МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры национальной телерадиокомпании Чуваши. Я Ольга Алексеева. Расскажем о самом важном и интересном. Сегодня в выпуске. Зона без ковида. С 1 июля кафе только для привитых. Рестораторы в растерянности, мошенники в погоне за прибылью. Расследование программы. Раз ступенька, два ступенька. Почему жители девятиэтажки ходят пешком, но регулярно платят за ремонт лифта? Один юбилей, три юбиляра. Можно ли вернуться на 60 лет назад и существует ли искусство без времени? В кафе по пропуску. С 1 июля поужинать можно только при наличии сертификата или QR-кода на портале госуслуги о вакцинации. Сегодня вступил в силу указ главы Чуваши о свободных от коронавируса зонах. Согласно документу, чтобы заведения общепита могли продолжить работу, все сотрудники обязаны поставить прививку. Готов ли бизнес и посетители? Татьяна Молкова прогулялась по городу и зашла в несколько кафе. Попить кофе или пообедать, как в доковидную эпоху. Никаких тебе масок, перчаток и социальной дистанции. Такой эксклюзивный ресторан. С 1 июля сделать это можно, если кафе стало фри-зоной. Попробуем попить кофе в кафе. Сегодня 1 июля. Посмотрим, как они реагируют на новые меры правительства. Издали ковид-фри от нефри никак не отличить. На входе нет никаких табличек. Внутри посетители без масок, на столах бутылки, места не занимать. Сертификаты или ПЦР-тест не спрашивают. Заказ приняли. Вы даже маски не спрашиваете на входе? У нас сотрудники в маску входят. То есть для нас мы обязаны сами предоставлять антисептики. У нас идутся журналы по уборке помещений по всяческим поверхностям. То есть у нас специальные есть эти растворы, которые мы подбираем в столы. У нас сейчас есть подготовительный период, когда мы готовимся к зоне ковид-фри. Для этого нужно, чтобы был 100% привид весь персонал. Если мы не зона ковид-фри, как в данный момент, то есть мы должны с сегодняшнего дня соблюдать антиковидные меры. Кафе только планирует стать ковид-фризоной. 5 июля сотрудники будут привиты первым компонентом. А здесь считают, что новый указ им не указ. Руководство сказало, что проверять сертификаты им никто не говорил. К нам пока это не относится, сказали. К вам не относятся? Да, но дело в том, что это касается не только тех, кто будет работать в ночное время, но и у всех. Сказали, что пока только начнут заведения. По указу, время суток на соблюдение антиковидных мер не влияет. Тем временем в пунктах вакцинации очереди. То есть в полную силу закон сможет заработать в лучшем случае к августу. Но некоторые ушлые предприниматели предлагают в Телеграм за несимволическую плату купить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Требуют перевести деньги и указать город, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС. Торговцы подделками уверяют, все легально с занесением в общероссийскую базу. Прокуратура Чуваши уже направила три иска в суд о блокировке сайтов, торгующих тестами и справками. Признаться честно, я думала, что кафе будут гордиться новым статусом и как-нибудь его обыграют. Например, включат в меню новое блюдо – картошка ковид-фри. Но все предпочитают работать по старинке и рассчитывают на авось. Авось все рассосется и ковид сам пройдет. Татьяна Молокова, Вадим Муравьев, Республика. Между тем, сегодня получить компетентные ответы на вопросы о вакцинации могли жители республики во время работы прямой линии по вакцинации. Представители регионального Минздрава рассказали, что сейчас можно поставить прививку одним из трех препаратов, сертифицированных в России. Выбор должен сделать не пациент, а его лечащий врач с учетом возрастных особенностей, хронических заболеваний и общего состояния организма. И напомнили, что вакцинация – это единственный путь спасения от смертельной заразы. За истекшие сутки в Чувашии 57 человек получили положительный результат ПЦР-теста. Пятеро скончались. При этом специалисты уточнили, что вакцина не исключает заражения. Никто не говорил и нет такого, что сделав вакцину, значит, вы защищены на 100% от всего и вся. Но важным фактором считается, что вакцинированный человек и риски возникновения осложнений в случае заряжения, а самое главное – летальный исход, снижаются в разы. Поэтому еще раз повторюсь, и, наверное, чтобы это звучало красной линией, что вакцинация – это единственный путь спасения. Ни вверх, ни вниз. Жители многоэтажки на улице Горького в Чебоксарах обратились в редакцию программы «Республика». Они сообщили, что лифт в их доме за 45 лет не то, что ни разу не меняли, ремонтировали кое-как. Наталья Мальчикова выехала на месте вместе со специалистами. Тут свет выключился. Откройте, пожалуйста, я не могу. Не нажимается кнопка, реально. У меня ни одна кнопка не работает. Лучше пешком с остановками. Седьмой этаж, восьмой, хоть девятый. Долго, тяжело, особенно сумками. Зато надежно. Чудо техники. Лифт в этом доме доверие не вызывает. Зато вызывает ужас. Это было давно уже тоже. Оборвался трос. Женщина упала. Ну и что? Ничего не было. Сделали, завязали, связали. Неисправный лифт оторвал от земли и запер дома тех, у кого болят ноги и кто попросту не рискует зайти в эту кабину сюрпризом. Я на восьмом этаже живу. Я не поднимаюсь. А если буду подниматься, то этот действительный час я буду подниматься. Побаивается ездить лифте и Анна Центовская. Пару раз застревала. Эмоции через край. Это ужасная паника, потому что ты понимаешь, что ты едешь намного дольше, чем нужно. И ты думаешь, все, я сейчас вообще умру и больше лифтом пользоваться не хочется. И приходится носить, например, велосипед пешком по лестнице самой тяжелой. Ставить подъезды, коляски и велосипеды нельзя по правилам безопасности. Оставляют у жильцов дети. Исписанные во всех смыслах стены выломанные кнопки. По иронии судьбы, заменить части лифта пообещали прямо сегодня, когда приехала наша съемочная группа. Максим Угырьков, 31, четвертый подъезд. Не работает кнопка лифта, 30 этажа. Необходимо срочно замену. Старшая по дому Лада Кочетова в удручающем состоянии лифта, да и всего подъезда винит жильцов. Мол, на собрание не ходят, не видят ничего дальше порога своей квартиры. Все хотят жить хорошо. Чтобы вот вышел из подъезда и красная дорожка. Сделайте. Я вам, может быть, спасибо даже скажу. Но только не я. Они думают, что вот он живет в своей квартире. Это мое. А они не понимают, что подъезд – это тоже его. Вот здесь, около придомовой территории, тоже его. И какие-то решения принимаются. Должны быть собственники, должны решить, что именно, да, нам нужен ремонт. Лифт в свою отслужил. Такой вердикт поставили пенсионеру уже несколько лет назад. Но он продолжает трудиться до сих пор. Из последних сил. В 2019-2020 году жители проводили общее собрание собственников совместно с управляющей компанией для того, чтобы перенести сроки ремонтных работ и лифтов с 2037 года на ближайшие годы. Жители не оплачивают фонд капитального ремонта ежемесячной платежи, из-за чего жители данного квартирного дома получили отказ. Дом уже достаточно старый. Ему необходима замена. В ближайшее время, если не произойдет данная замена лифтов и лифтового оборудования, возможно, будет отключение лифтов. Поэтому настоятельно просим всех жильцов данного дома оплачивать своевременную оплату фонд капитального ремонта для повышения процента сбора. С мнением представителей управляющей компании согласны и в Республиканском фонде капремонта. Для девятиэтажного дома предельная стоимость на лифты установлена в Чувашии 2 миллиона 150 тысяч рублей. В этом доме, учитывая, что здесь находятся 9 подъездов, 9 этажей, получается порядка 18-19 миллионов потребуется нам замена лифтов. Дом собрал на сегодняшний день с начала программы 7 миллионов 100. Пока не соберут остальные деньги, так и будут играть в русскую рулетку или ходить пешком. Вверх по лестнице. Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика. Что общего между Ишлеями, Порецким районом и пустыней Сахарой? И там, и там нет воды. Репортеры программы Республика уже рассказывали о том, что из-за аномальной жары жителям некоторых районов Чувашии не хватает питьевой воды. Проблему сегодня обсуждали на совещании в Доме правительства. Из кранов в Порецком течет мутная жижа. В Ишлеях воды нет вовсе. Ни в домах, ни в колодцах репортеры программы Республика уже выезжали в районы и рассказывали о ситуации. В селах живительная влага появляется только по расписанию. Вот открываем водичку и смотрим, как она у нас сильно течет. Вот так вот. Это целый день. Вот там с пяти до шести включают. И то сами уже включаем. И вечером. Сейчас мы вот вообще все дрожим. Не дай бог где-то пожар. Ну мало ли что. Здесь же с детьми все. Воды нету. Даже ведра воды пойти плеснуть. Нету. Ну нету воды. Только за прошедшую неделю центром управления регионом зафиксировано более 50 обращений о проблемах с водой. В доме правительства отчитываются 80% населения обеспечено письевой водой. При этом почти четверть водозаборов по разным причинам остались безхозяйными и находятся в плачевном состоянии. По итогам данного совещания было установлено, что у нас 12 муниципальных районов в принципе проблемы незначительные. Возникающие вопросы закрываются в рабочем порядке и соответственно таких больших перерывов в поставке воды не имеется. Перебои в поставках связаны и как с понижением уровня подземных вод скважинных, недостаточную мощность насосного оборудования, которое устарело и не обеспечивает ту подачу, которая необходима с учетом водопотребления. Также износ систем сетей водоснабжения. В профильном министерстве считают основная проблема перегрузка сетей водоснабжения и так называемый заплаточный ремонт вместо капитального. Сейчас в ведомстве решают вопрос финансирования. Юлия Важенина, Николай Скворцов, Республика. Не просто паспорт. Права гражданина сегодня в торжественной обстановке вручили 14 юношам и девушкам Республики. В купольный зал дома правительства пригласили лучших из лучших. Победители школьных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Решение вручать вместе с паспортом и Конституцию России было принято правительством страны в мае этого года. Коснулась тех, кто получает первый паспорт в жизни, то есть в 14 лет. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России, считают в руководстве страны. Для детей моего возраста, ребят, это очень важный день. Мы ждали этого момента до 14 лет с нетерпением. Для меня лично большая честь находиться в этом зале сегодня. Я могу протестировать слова летчика Гагарина, космонавта. Как он сказал, самое важное, что я получил при рождении, это гражданство России. Вручение главных документов одновременно должно напомнить ребятам, что кроме прав, которые они получают вместе с паспортом, у них появляются и обязанности. Я очень рада получить паспорт в такой торжественной обстановке, у меня открываются новые возможности, я могу путешествовать, могу даже найти подработку. Кстати, в новой редакции основного закона страны после всенародной поддержки на референдуме впервые появилось положение о молодежи. Дети стали приоритетом государственной политики, а создание условий для их образования, духовного, нравственного, физического развития обязанностью властей. Я желаю вам дерзать, не останавливаться, никогда не бояться перемен, изменений, потому что только настрой на вот такой лад, на постоянное движение, быть готовым меняться в соответствии с изменяющимся миром, позволит добиваться вам успехов. Вадим Раев, Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Бахтияр Валиев, Республика. Больше полутора тысяч студентов Чувашского педуниверситета в этом году получают диплом государственного образца. 50 лучших из них педуниверситет отметил наградами. Наталья Мальчикова расспросила о планах на будущее. В волнительном ожидании вчерашние студенты сегодняшние учителя. Большой праздник. Лучшие из лучших отмечают окончание учебы. 536 человек заканчивают очно. Вместе с заочниками это 1054 студента. И при том каждый четвертый учится на отлично. Это вообще супер. У нас трудоустройство около 84%. Я очень надеюсь, что вы останетесь в системе образования Чувашской республики прежде всего. Я вижу среди вас и иностранных студентов. Вы пойдете в систему образования той республики, того региона. Без лишней скромности ребята преуспели во всем. Мне кажется, я взяла от студенческой жизни вот просто все по максимуму. И вот мой пятый курс, он заполнен всеми самыми яркими событиями. Потому что я стала студентом года. Выиграла олимпиаду в личном зачете. Чтобы стать лучшим оказалось пятерок. И красного диплома недостаточно. Чувашский педуниверситет имени Яковлева не просто высшая школа. Школа высоких достижений и больших побед. Мы провели столько, такое большое количество школ актива, что даже не счесть. Сейчас у нас действует 18 общественных объединений. Это поисковый отряд память, медиакоманда, это спортивные, интеллектуальные клубы, клубы различного уровня. То есть когда возникает инициатива студентов, мы стараемся всячески поддержать и развивать эти инициативы. Все больше выпускников ЧГПУ расставаться с родными пенатами не спешат. Хороший педагог хорош тем, что сам учится всю жизнь и тому же учит других. С детства моя дочь мечтала быть учительницей. Гордость, конечно, переполняет. И я рада, что она поступила в ЧГПУ. Все, что нужно, я отсюда получила. Теперь только в магистратуру, дальше добирать знания и уже учить детей. Грусть от расставания, счастье от того, что разделяешь торжественные моменты с тем, кто дорог. Родители, педагоги и те, кто за пять лет студенчества стал родным человеком. Знаете, я завидую сейчас. Смотрю на первокурсников, которые идут в университет, такие счастливые, беззаботные. И вот мы, пятый курс, заканчиваем университет. Да уж, этот путь мы никогда не забудем. Уже завтра выпускники снова станут новичками. Теперь уже в рядах учителей. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Бесконечные репетиции и гастроли. Итак, шесть десятилетий на сцене театра. Один юбилейный вечер сразу троих героев. Народные артисты Чита Яковлевых и Нина Григорьева. По актерской традиции в свой праздник в своем театре Чувашском драматическом имени Иванова. Играют любовную драму. Екатерина Шиверова о любви, чести и достоинстве на сцене и в жизни. Шестьдесят лет на сцене. Даже не верится. Шестьдесят лет тому назад Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова встретила выпускников московского ГИТИСа. Молодых и задорных, счастливых и талантливых. Для Нины Михайловны тот год был исключительно знаменательным. Получила красный диплом лучшего театрального вуза страны. Училась на одном курсе с красавцем Юрием Васильевым. Он позже сыграет ухажера Катя Тихомировой в легендарном «Москва слезам не верит». Вышла замуж за одногруппника Валерия Николаевича и вернулась в родные Чебоксары. Приехали и для нас, как будто бы для нас, построен этот храм искусства. Вот это здание нашего любимого театра. Шестьдесят лет мы с Валерием проживаем до сих пор. И шестьдесят лет выхожу на любимую сцену. Зрители, наверное, зрительская любовь удлиняет нашу сценическую жизнь. Я благодарна зрителям и своей судьбе. Я очень счастливый человек. Интересная, насыщенная жизнь. Гастроли по всей России. Зрители всегда очень ждали ее выхода на сцене и встречали артистов бурными овациями. Просили приехать снова. И они ехали с новыми и уже полюбившимися ролями. Роли, добрые или злые, они все твои. Когда меня спрашивают, какая роль у меня любимая, я отвечаю, что такой нет. Каждая роль, которую я сыграла, это такой большой вклад эмоций, столько труда было вложено. Поэтому все роли любимые, будь то положительная или отрицательная роль. У артистов одно правило. Не важно, что у тебя внутри, не важно, что на душе. Все свое за кулисами. На сцене другая жизнь. Жизнь героя в отрепетированных страстях, постановке мужа. Искусство – это не только красота. Она еще вдохновляет на жизнь, дает, придает силы людям. Искусство, будь то театр, живопись, музыка, там, литература. Я думаю, что это огромная сила, которая воздействует на ум, на сердце человека, на духовные богатства. Сегодня на сцене молодые артисты в знак признательности и уважения мэтром. Поют и танцуют о их молодости, о любви и мечтах, которые уже сбылись. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Сергей Емельянов, Республика. Это главные новости Чувашии в четверг, 1 июля. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»